При возникновении подобных чест нужна любая помощь, и не только профессионалов, но и простых людей. Лозунг «Будь готов» вновь набирает популярность. Все больше человек хотят стать волонтерами. Но одного желания мало – нужно учиться правильно оказывать помощь. Для этого в Прибайкале заработала образовательная программа «Противостихийная экспедиция». Что это такое и почему, чему там могут научить, сегодня узнавал Олег Федоров. Вот так в случае пожара можно эвакуироваться с балкона здания при помощи пожарного рукава. Это лишь один из этапов подготовки волонтеров в рамках образовательной программы «Противостихийная экспедиция». Сегодня она впервые проводится в Прибайкале. Ученица 10-го класса Смоленской СОЖ Олеся Дорошкова – одна из 180 ее участников. Она узнала о мероприятии от педагогов и сразу решила принять участие, потому что с детства любит помогать людям. Сейчас в современном мире сердце человека стало очень жестким. И вот эти все мероприятия, они как-то, ну, нашу молодежь размягчат, можно так сказать, чтобы было как, ну, чтобы было кому помочь. Помощь порой требуется человеку, который застрял на отвесной скале. И это первый этап учений. Олеся запросто штурмует отвесную поверхность. Раньше девушка увлекалась скалолазанием. Правда, путь вниз добавил адреналина в кровь. Непредаваемые эмоции. Дальше в импровизированной реанимационной комнате помощь оказывали уже самой Олесе. Накладывали шину. Волонтеры, как и медики, должны руководствоваться принципом «не навреди». Это и есть главная цель противостихийной экспедиции. Молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет ждут мастер-классы по оказыванию доврачебной помощи, тушению пожаров, знакомству со спасательной техникой и многое другое. Все участники получат сертификаты, лучших отметят дипломами и наградами. И не только. Сегодня мы понимаем, что нет единого реестра добровольческих волонтерских организаций по оказыванию помощи в ситуациях чрезвычайного характера. И с целью формирования вот такого регистра тоже, собственно говоря, и создана эта образовательная программа, чтобы объединить в себе не только тех, кто хочет, желает и получает знания, но и те общественные организации регионального, муниципального уровня, чтобы они работали вместе. Работать вместе – самое трудное и ответственное при спасении жизней. В этом Олеся убедилась при транспортировке пострадавшего из задымленного помещения. Тут нужно и человека закрепить правильно, и газодымозащитную маску на него надеть, и спускать его по лестнице с 16-килограммовым баллоном кислорода за плечами. Тяжело дышать, тяжело идти, сразу сильнее задыхаешься, очень душно. Прям понимаешь, насколько это трудно. Насколько это трудно, решила убедиться и наша съемочная группа. Последний этап – боевое развертывание – мы пройдем вместе с Олесей. Я беру первый пожарный рукав и трехходовой. Олеся – второй рукав и ствол подачи воды. До рекордов нам, конечно же, далеко, но в целом с заданием мы справились. Поливай, поливай, вон там еще пожар. Олеся, расскажи свои впечатления. Ты не передумала помогать людям, быть добровольцем? Нет, вообще не передумала. Мое желание помогать людям только еще больше увеличилось. Я захотела помогать еще больше. Также противостихийная экспедиция пройдет в Саянске, Золоринском и Жигаловском районах. Уже на следующей неделе. А осенью еще в пяти муниципалитетах образовательная программа повторится вновь. Первая же прошла на высоком уровне. Олег Федоров, Владимир Пинаев. Новости по будням.